Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Автобизнес по-честному. Сегодня речь пойдет про автомобили из США и конкретно про D-класс. На моем канале уже были разборы стоимости автомобилей C-класса, разбор стоимости кроссоверов. Те, кто пропустил эти выпуски и кому интересен данный сегмент рынка, пожалуйста, ссылочки будут вверху. Переходите, ознакомьтесь, что почем продавалось в США в 2021 году за уже 8 месяцев 2021 года. Ну а сегодня, не откладывая долгий ящик, D-класс, это мой самый любимый сегмент автомобильного рынка. Начнем, пожалуй, с Volkswagen Passat. Популярное нынешнее поколение дебютировало в 2011 году, выпускалось по 2019 и в 2019, как модель 2020 года, уже дебютировал американский Passat B8. Дабы не путать и расставить в самом начале все точки над И, Passat B7 он выпускался с 2011 года по 2019. То, что в 2016 году нам почему-то пытаются продавать как Passat B8, это не Passat B8, это все тот же рестайлинговый Passat B7 или Passat NMC, как бы его ни называйте, другой машиной он от этого не стал. Да, внешность стала чуть симпатичнее, изменились фары, изменился капот, решетка радиатора, задние фонари, но это та же машина на той же платформе. Автомобиль на платформе MQB, то, что мы привыкли в Европе называть Passat B8, дебютировал в Штатах лишь в 2019 году, как модель 2020 года. С этим, я думаю, мы разобрались. Passat B7 я буду его называть, вы называйте его Passat NMC или кому как будет удобнее, сути это не меняет. Самый популярный двигатель это 2.5, который ставился до 2013 года. В конце 2013 года его заменили на двигатель 1.8 TSI. С 2018 года здесь добавился еще 2-литровый TSI, который, собственно говоря, потом и ставился на уже настоящий Passat B8 в 2019-2021 годах. Был еще двигатель 3.6 V6, до 2018 года он ставился. И был 2-литровый дизель, который ставился в Америке на Passat и Jet в том числе до 2015 года. Вот, собственно говоря, и все двигатели, которые вы можете встретить на американских Passat. Как видите, в сравнении с европейскими разнообразие не такое уж и большое. Всего было продано Passat за последние 10 лет 7603 автомобиля. Средняя ставка 3022 доллара. Но, друзья, давайте напомню, для тех, кто не смотрел прошлые выпуски, мы сейчас говорим о стоимости автомобилях в США. Есть некая статистика продаж автомобилей с 1 января 2021 года по сегодняшний день, по август 2021 года. То есть вот уже практически 7 полных месяцев, даже немножко августа я захватил сюда в эту статистику. Всего, как я сказал, было продано вот такое количество автомобилей. И средняя цена, просто средняя ставка, стоимость этих машин 3022 доллара. Это не самый объективный показатель. Давайте немножечко будем сужать наш список. И возьмем сначала дорестайлинговый Passat 2011 по 2015 год. Всего было продано 5618 автомобилей. Средняя ставка, как вы видите, 2333 доллара. Дабы еще сделать наш запрос более актуальным, давайте я возьму все-таки пробег до 100 тысяч миль. Run and drive. Потому что редко кто из вас хочет машину из США с пробегом за 100 тысяч. И которая не заводится и не едет, тоже весьма маловероятно. Таких машин было продано всего лишь 1862. И средняя ставка, видите, уже повыше 3148 долларов. Пробег это вообще один из ключевых факторов формирования стоимости на автомобиле на страховых аукционах в США. Давайте сейчас вот на примере того же Passat 2011-2015 года до рестайл. Покажу вам, как менялась стоимость в зависимости от пробега. Возьмем машины до 60 тысяч миль. Их было продано всего лишь 434. И средняя ставка 3707 долларов. Если взять машины, которые пробежали уже 60-100 тысяч миль. Их было продано 1428. И средняя ставка, видите, намного ниже 2974 доллара. Автомобили Passat с пробегом более 100 тысяч миль. Всего их было продано 1652. Как видите, их большинство преобладающие. И средняя ставка на них довольно низкая. 2149 долларов. Информация очень важная и очень показательная. Как видите, пробег до 60 тысяч миль. И пробег более 100 тысяч миль. Разница в 1500 долларов только лишь в цене на аукционе. Отсюда уже растет растаможка. Отсюда растут все соответствующие затраты на автомобиль. Поэтому, кто хочет максимально бюджетно, пожалуйста, очень много чего привезти можно дешево. И в 9, и в 10 тысяч, и в 11. Но пробеги будут больше 100 тысяч миль. Давайте еще рассмотрим чуть более узко, быстренько пробежимся. Passat 2.5. 2011-2013 год, как я уже сказал, всего было продано 2437 автомобилей. Средняя ставка 1946 долларов. Как вы можете видеть, такой Passat уходил довольно дешево. Но давайте все-таки добавим сюда тоже до 100 тысяч миль хотя бы. Эти моторы ходят, они надежные. Там обычный гидротрансформатор, нет турбин, нет прямых впрысков. В теории его можно покупать с пробегом там в районе 100 тысяч миль. В теории эта машина еще будет ездить. С той лишь разницей, что состояние именно других узлов и агрегатов, салона, кузова и всего остального на таких машинах иногда оставляет желать лучшего. Ранный драйв, естественно, тоже мы добавим. Всего было продано 626 автомобилей. И средняя ставка 2639 долларов. И как я уже сказал чуть ранее, такой Passat 2.5, к примеру, 2012 год с пробегом до 100 тысяч миль, можно при средней ставке 2600 долларов, можно уместить, с учетом всех затрат, без учета ремонта, можно уместить 8600-9 тысяч долларов под ключ. Ну и добавьте сюда еще полторы, там пусть 2000 долларов ремонта. Иногда это даже меньше, потому что машины с большими пробегами торгуются довольно дешево, даже в хорошем состоянии с минимальными повреждениями. Есть ли в этом смысл? Я думаю нет, потому что на Авторио Passat 2.5 уже очень много. И платить, например, 2735 долларов за растаможку, потому что мотор 2.5 и 2012 год, даже при довольно невысокой цене покупки, но 2735 долларов вы заплатите только лишь за растаможку. Я считаю это не совсем разумно и проще уже эти автомобили покупать здесь. Ну вот для примера, что можно было купить, смотрите, 2650 долларов, вот такой Passat с минимальным, реально очень минимальным повреждением. Видите, здесь крыло, дверь под замену, крыло под замену, фара, чуть бампер отремонтировать и как бы вроде бы ничего критичного, да. 81 тысяча миль пробег, пожалуйста, 10 тысяч под ключ, 10500, я думаю, такой Passat вам прекрасно войдет. Тоже вот еще вариант за 2500 был продан, вроде бы цена, разница всего лишь 100 долларов, но видите повреждение, здесь уже все-все намного оплачевнее. Как понять какую-то дельту цен и что, по чем уходит, предсказать практически невозможно. Вы видите тот Passat, который за 2600 и вот Passat за 2500. Да, это Sell, да, это очень классная комплектация, да, 66 тысяч миль пробег, но вот такой вот неприятный инцидент с ним произошел. Здесь под замену четверть, задняя панель, крышка багажника, не все хотят возиться с таким ремонтом. Он будет, наверное, все-таки неоправданно дорог для машины, которая возрастом уже 9 лет, хотя и Sell, хотя и небольшой пробег. Переходим к Passat 1.8, 2014-2015 год, тоже здесь разделим именно мотор 1.8 на рестайл и до рестайл, потому что рестайловые Passat, естественно, будут уходить дороже. Поэтому давайте посмотрим сначала 14-15 год. Пробег предлагаю взять до 80 тысяч миль, потому что это уже не всеми любимый надежный 2.5, это уже все-таки мотор TSI с прямым впрыском. С турбиной и очень важно, как его обслуживали, очень важно, какую жизнь он прожил в Америке. Моторы, в принципе, ходят без особых проблем, если за ними ухаживать должным образом, но ухаживали за ними должным образом или нет, скорее всего нет. Run&Drive, таких машин было продано всего лишь 162, очень немного. И средняя ставка 3363 доллара. Если купить его за 3400, со всеми платежами, сборами, без учета ремонта, он вам получится 9200-9700. Более свежий Passat, 2014 год, 1.8, пожалуйста, в 10-11 тысяч долларов под ключ, я думаю, тоже вполне себе можно пригнать. Единственное, конечно, как я уже сказал, пробег будет 80 тысяч миль, это порядка 130 тысяч километров. Не много для этих моторов, но очень важно, как за ними смотрели, как их обслуживали, поэтому Carfax нужно проверять и желательно, чтобы там были какие-то записи. Хотя бы там раз 10-15 тысяч миль, хотя бы что-нибудь там меняли. Вот покажу вам пример Passat. Это мы покупали клиенту, должен скоро быть в сентябре, 3250 мы его выиграли. Видите, повреждение здесь, крышка багажника, бампер, бампер отремонтируется, он нагреется, я думаю, встанет на место. Крышку багажника мы поменяем, купим в цвет и разбит левый фонарь, тоже ничего страшного. Я думаю, вы понимаете, что такая машина в 11 тысяч, на вот таких красивых черных колесах в 11 тысяч, она под ключ к клиенту войдет. Пробег 74 тысячи миль. Теперь еще про более редкие Passat, дорестайловые. Это дизельный двухлитровый, их было продано всего лишь 537 автомобилей, средняя ставка довольно высокая, почти 4 тысячи долларов. И такой автомобиль без учета ремонта обойдется вам практически 11 тысяч долларов. Ну и Passat 3.6, V6, очень классный мотор, но всего лишь 18 автомобилей до 2015 года было продано. Ставка 2.763. Почему так недорого? Потому что товар все-таки штучный, растаможка дорогая, не каждый хочет его покупать в таких годах. Ну и большинство из них все-таки довольно серьезно пострадали в ДТП. Все-таки 3.6 есть 3.6. Но без учета ремонта такой Passat можно привезти в 11 тысяч, хотя ремонта, конечно, на них будет там уже не на полторы тысячи долларов, а думаю на 2-3. Но кто хочет погонять, пожалуйста, 3.6, классный мотор, классный Passat. Единственное, в отличие от европейских версий, он не будет на полном приводе, будет стандартный передний привод. В Америке Passat 7 не было на полном приводе. Рестайлинг, друзья, 2016 по 2019 год. Всего было продано 1771 автомобиль. Средняя ставка уже, видите, повыше. Почему я сказал, нужно разделять на рестайл до рестайл. Средняя ставка уже 4,5 тысячи долларов. Если мы добавим пробег до 60 тысяч миль, все-таки в таких годах хочется машинку посвежее. Это 100 тысяч километров. Run and Drive тоже. Всего 604 автомобиля. И средняя ставка, вы видите, уже 5 тысяч 732 доллара. Разговоры о том, что можно привезти рестайлинговый Passat с пробегом до 100 тысяч километров в 12 тысяч под ключ. Ну, я думаю, вы понимаете. Статистика, упрямая вещь. И 604 автомобиля, проданных со средней стоимостью 5 тысяч 732 доллара, говорит вам абсолютно обратные вещи. Если взять такой Passat и купить его за 5 тысяч 700, то с учетом всех-всех-всех затрат, налогов и сборов, платежей и комиссий, он вам получится 12 тысяч 100, 12 тысяч 600. Это без учета ремонта, друзья. То есть, добавляйте сюда еще, ну, в среднем, пусть 2 тысячи чек на ремонт, 2 с половиной. Сами понимаете, 14-15 тысяч, хороший Passat с пробегом до 60 тысяч километров. Меньше просто не получается. При этом, я же еще сейчас не говорил о комплектациях. Все хотят SE, либо SEL. Давайте тоже быстренько по комплектациям. Разжую вам Passat максимально подробно, остальные тачки останавливаться так уж слишком подробно не будут. Динамика будет плюс-минус одна и та же. Просто вам для понимания информация. Итак, Passat в комплектации S было продано 138 автомобилей. Средняя ставка 4 тысячи 435 долларов. Такой Passat вам обойдется без учета ремонта 11 тысяч 200. Да, S-комплектацию, рестайл можно привести, самую простую S-комплектацию можно привести условно там в 13-13 с половиной тысяч долларов под ключ. Может быть даже немножечко дешевле, опять же, если немножко повезет. Если вы захотите SE-комплектацию, а вы все захотите SE-комплектацию, всего лишь 221 автомобиль и уже цена, вы видите, 5707 долларов. На 1300 долларов практически дороже, чем комплектация S. Такой Passat вам обойдется в 12800 долларов примерно. Ну и SEL-комплектация. Passat просто это абсолютно другой Passat, как и любой другой автомобиль в этом сегменте. В максимальной и минимальной комплектации это две разных машины. Как видите, продано их было довольно мало. Всего лишь 24 автомобиля за 7 с небольшим месяцем. Сами считайте, сколько машин в месяц. Средняя ставка 7 тысяч долларов. И такой Passat обойдется вам в 15100. Это без учета ремонта. Понимаете, что SEL-овский Passat пригнать в 15 тысяч, то, что многие вам обещают с пробегом, я напомню, до 100 тысяч километров. Это невозможно, особенно учитывая, что всего 24 автомобиля и борьба на аукционе за них разгорается нешуточная. Потому что те, кто хотят Passat в максимальной комплектации, они готовы за это платить. И это не история про то, как привезти максимально дешево. Это просто история про то, как привезти максимально классную тачку. Она вам получится 17-18 тысяч долларов под ключ. Но это будет SEL-овский Passat с небольшим пробегом. Очень и очень хороший автомобиль. Еще различные вариации типа Airline. Их было продано с 176 автомобилей. И тоже довольно дорого. 5998 долларов. Хотя на самом деле Airline это довольно простая комплектация. Ничем она не примечательная, кроме красивых бамперов передних, шильдиков каких-то и накладок на порогах. Там не будет кнопки стар-стоп. Не будет, скорее всего, без ключевого доступа. Очень многие функции, которые есть даже в SE комплектации Passat здесь не будет. Но, тем не менее, выглядит он классно. И цена на него довольно дорогая. Под ключ такой автомобиль вам получится в районе 12 тысяч 700 долларов. Без учета ремонта, я имею ввиду под ключ. Условно добавляйте сюда 2,5 тысячи долларов. 2-2,5 там где-то так. Ну и 3.6 Passat рестайлинговый. Тоже довольно редкий. Всего лишь 13 автомобилей было продано. И ставка довольно высокая. 7 тысяч 757 долларов. Но, конечно же, это все Passat были в хорошей комплектации. В основном это SEL комплектации. Но такой автомобиль без учета ремонта обойдется вам в 16 тысяч 100 долларов. Потому что все-таки растаможка 3.6 будет довольно дорогая. И намного дороже, чем таможить точно такой же Passat с мотором 1.8. Поэтому, если хотите, можно поиграться в эту игру. Но приготовьте, наверное, порядка 19-20 тысяч долларов на вот такой автомобиль. Потому что 13 автомобилей за 7 месяцев купить его безумно сложно. Ну и, друзья, B8. Вот так он выглядит, наш B8. Я думаю, вы видите разницу. Это уже платформа MQB. Это уже абсолютно новый автомобиль. Их было продано в состоянии run-and-drive всего лишь 109 автомобилей за этот год. И средняя ставка почти 11 тысяч долларов. 10.899. Такой Passat обойдется вам с учетом всех затрат порядка 19-19 с половиной тысяч долларов. Плюс ремонт сюда добавьте. Все-таки машина новая. Запчастей на разборках мало. Тайваня хорошего тоже мало. Я думаю, на такой Passat нужно приготовить порядка 23-24 тысяч долларов. Это я, опять же, не беру привязку к комплектациям. Если мы сейчас еще разобьем его на комплектации, то увидите, что SEL-овский Passat, B8 SEL-овский Passat, получится вам, наверное, порядка 27-28 тысяч долларов, не иначе. Вот как-то так, друзья. По Passat, я думаю, ситуацию вы поняли. Сейчас будет чуть быстрее. Я максимально подробно разжевал вам. Разбил на комплектации. На все, на все, на все разбил. То есть, по остальным автомобилям ситуация будет очень и очень аналогична. Чем выше комплектация, тем дороже цена. Чем меньше пробег, тем, опять же, дороже цена. И пригнать максимальную комплектацию с минимальным пробегом за какой-то минимальный бюджет. Это просто невозможно. Я об этом уже рассказывал на своем канале. Сейчас просто коротко повторюсь. Passat мы закончили. Переходим к Ford Fusion. Это, наверное, самый массовый седан. Сейчас вы увидите по количеству проданных экземпляров самый массовый седан из США. Он продавался с моторами 2.5 Duratec, 1.6 ECO Boost, который заменили в 2014 году на 1.5 ECO Boost. 2.0 ECO Boost, 2.7 ECO Boost 2017 года. Был еще гибрид двухлитровый и заряжаемый, так называемый, плагин гибрид. Но о гибридах мы поговорим, наверное, в каком-то отдельном выпуске. Я соберу для вас... Поговорим о стоимости всех гибридов из США. Кстати, можете накидывать варианты. Какие модели, кроме Fusion, там, Sonata Optima. Какие еще модели гибридов из Америки вам интересны. Я сделаю разбор стоимости. Точно такой же. Поговорим конкретно стоимость гибридных моделей. Сегодня мы рассмотрим только лишь бензиновый Fusion. С 2012 по 2020 год эта модель выпускалась. И в 2020 году, как вы знаете или, может быть, не знаете, Ford Fusion был снят с производства. Как и все седаны от Ford в США. И Fiesta, и Focus, и Fusion больше мы не увидим. Всего было продано огромное количество. 21 628 автомобилей. И средняя ставка 2806 долларов. Но, тоже, давайте теперь поговорим более конкретно. Ford Fusion 2.5. Мотор надежный. Ставится ГБО. Поэтому, давайте рассмотрим его чуть более подробно. Такой Ford Fusion 2012-2016 год. Пробег до 100 000 миль Run&Drive. Всего было продано 2565 автомобилей. Средняя ставка 2633 доллара. Довольно невысока. При этом, тоже, смотрите, если взять Passat этих же лет с пробегом более 100 000 миль. Автомобилей было продано больше. 4010. И средняя ставка, вообще, довольно низкая. 1666 долларов. Кто хочет максимально бюджетно привезти Ford Fusion из США. Какого-нибудь, даже 2014-2015-2016 года. Пожалуйста, 100 с копейками тысяч миль. Можно купить до 2000 долларов. По крайней мере, об этом говорит статистика. И 4000 автомобилей, это довольно много. Выбирать есть из чего. Такой Fusion, купленный, например, за 1700. Со всеми затратами обойдется вам в 7000, 7-7500 долларов. Добавьте сюда еще там 1500 долларов, 2000 долларов на ремонт. 10 000 Ford Fusion 2.5 2014 года вы вполне себе можете вписать. Опять же, для тех, кто хочет бюджетную тачку, жертвуйте пробегом. Идите на определенные риски, связанные с этим. Но вы можете получить этот автомобиль довольно дешево. Даже в 9000, даже в 8500 были случаи, можно было вписаться при должном везении. Вот там 120-130 тысяч миль пробег. Пожалуйста. Для примера, что можно было купить. Вот 1600 долларов. Вот такой черный Ford Fusion 2014 года. Вы видите повреждения здесь спереди. Капот. Бампер, возможно, спасется, возможно, нет. Крыло, фара. Ничего страшного, повреждений нет. Подушка, руля, шторки сработали тоже не критично. Хотя многие не хотят машины с безопасностью, с такой пострадавшей. Но, друзья, как правило, на большинстве машин безопасность сработала так или иначе. Вот, кстати, то, о чем я говорю. Здесь очень хорошо видно, когда покупаешь машину с большим пробегом. Видите, ручки аудиосистемы. Там уже вытерта краска, белые пятноты. Есть проблемы, там он и сиденье в дырках каких-то от сигарет пропаленных. Рычаг селектора КПП тоже подран весь. Можете обратить внимание вот на фото. Состояние машины, честно говоря, так себе. Но он был куплен за 1600 долларов с пробегом 106 тысяч миль. И, пожалуйста, такой автомобиль в 9 тысяч долларов под ключ вам вполне войдет. Единственное, конечно, вы когда начнете менять все эти переключатели, или перетягивать кожу, или менять сам этот набалдашник на КПП, ну, это будут дополнительные затраты. Хорошо здесь на фото с аукциона это прекрасно видно, но очень часто с таким пробегом этого бывает не видно. И все вот эти мелкие дефекты, они потом довольно неприятны. И клиент очень часто расстроен, когда получают такую машину. Но вы тоже должны отдавать себе отчет, что вы покупаете по фотографиям. И все дефекты мелкие, будь то лакокрасочное покрытие, будь то салона состояние, невозможно рассмотреть. Я думаю, вы должны это понять. Вот такой вариант, правда, 13-й год. Тоже за 1600 был продан. Аналогичное очень повреждение. Пробег, вы видите, здесь уже 116 тысяч миль. Но кнопки здесь целые. Зависит все тоже от того, кто на этом автомобиле ездил, как его эксплуатировали, сколько было владельцев. То есть пробег больше на 10 тысяч миль. Но состояние, по крайней мере, вот этих кнопок управления мультимедией вполне приличное. Fusion с мотором EcoBoost, будь то 1.6, либо 1.5, на который его заменили, тоже можно купить довольно дешево. Но многие из вас такие покупки не приветствуют. Например, смотрите, вот 1.6 EcoBoost. 818 автомобилей было продано. Средняя ставка 2493 доллара. 1.5 литровый EcoBoost тоже 1664 автомобиля. Ставка чуть выше 3209 долларов. 2-литровый EcoBoost здесь тоже 1624 автомобиля. И средняя ставка 3228 долларов. Чем-то схожа с моторами 1.5. Но если мы возьмем этот же 2-литровый EcoBoost. 2014-2016 год, Run&Drive и с пробегом до 80 тысяч миль. В комплектации Titanium Ford Fusion Titanium это реально тоже классная машина в максимальной комплектации. Очень крутая, может быть даже лучше, чем Passat, если брать конкретно максимальной комплектации. Но вы видите, всего было продано 231 автомобиль. И средняя ставка 4237 долларов. Такой Fusion вам обойдется с учетом всех затрат. Без учета ремонта 10300-10800 долларов. Добавляйте тоже пару тысяч на ремонт. Даже Fusion 2015 года, но в комплектации Titanium меньше 12-13 тысяч. Вам, скорее всего, не получится под заказ из США на сегодняшний день. При том, что пробег 80 тысяч миль довольно большой. Если вы захотите маленький пробег до 60 тысяч миль, то всего 92 автомобиля и средняя ставка 4489 долларов. Как видите, ставка не намного выше, но количество проданных автомобилей намного-намного меньше. Все-таки эти двухлитровые кабусты до 2016 года уже пробежали больше 100 тысяч километров. И пробеги на них уже все-таки немножко повыше. Рестайлинг Fusion, который был в 2017-2018 году. Если взять мотор 2.5 после рестайлинга. 2017-2018 год, 2.5, run and drive и пробег до 60 тысяч миль. Всего лишь 451 автомобиль. Средняя ставка 4346 долларов. Я еще раз напомню, это либо S, либо SE комплектация. Никакого Titanium с мотором 2.5 не будет, не ждите, не просите, не спрашивайте. Такой Ford Fusion вам получится, купленный за 4 350 долларов. С учетом всех затрат, получится в районе 10 300-10 800. 13 такой Fusion рестайлинговый 2018 года привести под ключ вполне можно. Я думаю, это реально. Для примера, вот тоже покажу вам 4 350. Вот такой был красивый голубенький Fusion продан. Из повреждений здесь вы видите фара, бампер, крыло. Вроде бы как ничего критичного, я думаю, вы тоже это прекрасно видите. Зеркало левое нужно будет докупить. Все остальное целое. Но вот то, о чем я говорил, это S комплектация с маленьким монитором. Руль без кожи и все-все выглядит довольно просто. Но 4 300 на аукционе и порядка 12-13 тысяч долларов под ключ такой автомобиль получится. Это в 17-й год все-таки машина свежая. Вот еще пример, 4 200 была выиграна такая белая машина. Похожий удар в левую переднюю часть. Фара, капот, бампер, решетка. Тоже много по мелочи, но ничего критичного. Все меняется. Опять же, самая простая, видите, S комплектация. Вот большинство автомобилей это S комплектация. При этом, как ни странно, Ford Fusion 1.5 со схожими показателями Run&Drive, пробег до 60 тысяч в миль. Их было продано 569 машин, но средняя ставка выше, чем 2.5. При всей его непопулярности средняя ставка 5 тысяч 18 долларов. Такой автомобиль получится вам примерно тоже 11-11 600. Примерно те же 13 тысяч долларов под ключ. И почему так, спросите вы, 1.5 и 2.5. Отвечу, потому что 1.5 были в хороших уже SE комплектациях. Либо же Titanium, то есть машины просто будут намного лучше укомплектованы. Соответственно, пробеги небольшие. Их довольно смело можно покупать. Единственная проблема этих машин, это низкая ликвидность на вторичном рынке. Продать такую машину с мотором 1.5 EcoBoost будет довольно сложно. 2-литровых EcoBoost было продано 191 автомобиль. И средняя ставка 5 тысяч 882 доллара. Но то, что я бы рекомендовал покупать, это в комплектации Titanium, такую машину. Их было продано чуть больше 100 и средняя ставка довольно высокая 6300 долларов. Такой автомобиль, например, с 2017 года, Titanium, Run&Drive, получится вам порядка 13-13,5 тысяч долларов без учета ремонта. То есть Fusion Titanium с 2017 года после первого рестайлинга. Меньше 15 тысяч, если у вас нет, я думаю, смысла ввязываться в эту авантюру нет. Что бы вам там не предлагали на различных сайтах по пригону автомобилей из США. Если вы не хотите быть обманутыми, цифры, статистики, пожалуйста, смотрите, анализируйте. Да, всего лишь 106 автомобилей, это не так много, но это не 10 и не 20. Это 106 автомобилей за 7 с небольшим месяцев. И 6300 долларов, ну, я думаю, никаких 12-13 тысяч долларов под ключ, Titanium с таким пробегом просто нереально. Второй рестайлинг, который был в 2019 году, модель 2019-2021 года. Всего было продано 2236 автомобилей, средняя ставка 6430 долларов. 2.5 здесь тоже были, да, это один из немногих современных седанов, куда можно будет поставить ГБО 4-го поколения, стандартное, всеми любимое. Таких машин я там уже не брал пробег, потому что пробеги на них на всех довольно небольшие. Просто взял Run&Drive, всего 170 автомобилей, средняя ставка 6208 долларов. Таким образом, такой вот Fusion свеженький после второго рестайлинга, например, 2020 года, купленный за 6200, можно привести в 12600, 13100 долларов. Опять же, это скорее всего будет, не скорее всего, а это будет, так как мотор 2.5, это будет простая довольно комплектация. 1.5 эко-бусты тоже были, их было довольно много, 798 автомобилей, средняя ставка, вы видите, тоже выше, чем 2.5. Все опять потому, что комплектация будет на моторах таких эко-буст, комплектация будет намного лучше. 2.0 эко-бустов было продано 325 и уже очень высокая средняя ставка в 9800 долларов. Ну и Titanium было продано 231 автомобиль и средняя ставка уже больше 10-10 322 доллара. Если вдруг кто-то захочет себе такую машину, 2-х литровый Titanium 2020 года, максимально свежий седан, максимально классный и интересный, то без учета ремонта приготовьте порядка 18-18 с половиной тысяч долларов. Вот такая ситуация с Fusion, друзья. Я думаю, вы увидели по количеству проданных машин, что это реально самый массовый D-сегмент в Америке. То есть, кто хочет, D-класс, пожалуйста, есть варианты на разный бюджет, от 9 тысяч долларов под ключ до 22-23 тысяч долларов под ключ. Это мы еще не говорили про гибриды, поговорим про них отдельно, там тоже ценник довольно высокий, если хорошие комплектации, если свежие машины. Но, друзья, статистика довольно подробная и я думаю, цифры вам довольно показательные. Не дайте себя обмануть, откройте вот этот слайд, посмотрите, проанализируйте, каким бюджетом вы располагаете, если вы хотите Fusion, что вы реально можете себе купить. Если вам где-то немножко повезет и вы привезете на какие-то 500 или 1000 долларов машину дешевле от той цены, которую я сказал, ну, такое возможно, это будет плюс. Но нацеливайтесь на вот такой бюджет, если будет меньше, будет вам бонус. Если вы будете изначально нацеливаться на меньшее, поверив в какие-то сказки на экономию 40% на авто из США, то вас, естественно, обманут, ну, и обижаться вам стоит самим на себя. Ну, а мы идем дальше и на очереди у нас Kia Optima. Третье поколение этого автомобиля дебютировало в 2010 году, в 2013 году пережило рестайлинг и все дорестайлинговые Kia Optima я предлагаю оставить уже в прошлом. Нет смысла везти их из США, во-первых, пробеги довольно большие, во-вторых, автомобили все-таки довольно старые. Автомобиль продавался в США до 2020 года, в 2016 году на смену третьему поколению пришло четвертое. И вот непосредственно об этих автомобилях, об этих поколениях, третьем после рестайлинга и четвертом, я и предлагаю сегодня нам поговорить. Моторы. Был двухлитровый турбированный GDI мотор с прямым впрыском, был 2.4 мотор без турбины, тоже GDI, был мотор гибридный 2.4, был 1.6 турбированный GDI на моделях с 2016 года. И также был двухлитровый гибрид и плахинг гибрид с 2016 года. Давайте сначала поговорим о третьем поколении, 13-15 год, всего было продано 4837 автомобилей, средняя ставка 2321 доллар. Как видите, довольно тоже все пока вырисовывается хорошо. Но давайте возьмем пробег до 80 тысяч миль. Все-таки моторы GDI и все вы знаете прекрасно об их проблемах. Сбрать с большим пробегом даже 80 тысяч миль я бы лично не советовал, но если очень хочется недорого привезти Kia Optima, то хотя бы не больше 80 тысяч миль. Таких машин было продано 1271 и средняя ставка уже чуть больше 3000 долларов. Большинство из них с двигателем 2.4, 1162 автомобиля и средняя ставка 2961 доллар, почти 3000. Таким образом, Kia Optima, купленная за 3000 долларов с пробегом до 80 тысяч миль, год, к примеру, 2015, обойдется вам 8700, 9200 без учета ремонта и без привязки к какой-нибудь комплектации. Просто Kia Optima 2.4. Тоже, как видите, можно привезти вполне ее в бюджет 11-11,5 тысяч долларов уже с ремонтом. Я думаю, она у вас спокойно поместится. Но пробег 80 тысяч миль и ни о какой комплектации не может быть и речи. Пару примеров тоже вам покажу. За 3025 выиграна вот такая была Kia Optima. Неплохая, красивая спереди, немножко некрасивая сзади, но тоже ничего критичного. Как видите, запчастей не хватает, их нужно докупить. Возможно, что-то будет в багажнике, возможно, нет. Я не знаю, но тем не менее, тянуть, ровнять или менять тут ничего сложного не придется. Пробег 69 тысяч миль тоже приемлемый. Но комплектация, вы видите, с маленьким монитором черно-белым. На руле он какой-то даже целлофан. Не знаю, наверное, от кого-то с сервиса на ней выезжали и ударили. Или как так получилось, что там за пленка на руле. В общем, такая машина, я думаю, вам вполне обойдется в 11 тысяч долларов. Пожалуйста. То же самое, что и по Passat, что и по Fusion. Если взять пробег более 100 тысяч миль, если вдруг вы мазохист и хотите немножко пострадать или просто прилипнуть на замену мотора. Таких автомобилей тоже было продано довольно много. 2 351 и средняя ставка 2253 доллара. Такая Optima обойдется вам 7 600, 8 300 без учета ремонта и в 10 тысяч долларов под ключ. Я думаю, вполне спокойно вы можете ее вместить. Причем, что продавались они практически целыми с такими пробегами. Вот видите, 2 300, вот такая Optima была продана. Разбито лобовое стекло, немножко помята там стойка, возможно, немножко помята крыша. Что-то упало или кого-то он сбил, я не знаю. Но, видите, ничего критичного. Крышу, я думаю, можно выпрямить. Стойку, может быть, нужно будет поменять, может быть, можно будет выпрямить. В любом случае, ремонт не самый дорогой. Пробег 112 тысяч миль. Пожалуйста. Вот такая машина вполне себе имеет место быть в бюджет 10 тысяч долларов под ключ. Единственное, конечно, опять же, я не проверяю Carfax этих машин. Я показываю вам просто примеры для расчета. Не исключено, что у нее там 2-е, 3-е, 5-е ДТП в истории, так как пробег довольно большой. И она приедет там вся в круг крашеная. Машины с какими-то ДТП в Америке, это печаль и боль. Потому что качество ремонтных работ оставляет желать лучшего, честно. 2-литровых турбированных Optima было продано не так уж и много. 109 автомобилей. Средняя цена уже повыше, потому что там тоже все будут хорошей комплектацией. 4289 долларов. Если взять их с пробегом до 60 тысяч в миль, а не до 80, потому что тоже еще и GDI, еще и турбина. Короче говоря, о надежности долго говорить я не буду. Я думаю, вы сами прекрасно все понимаете. Всего 34 автомобиля, средняя ставка 4300 долларов. Но эта машина для тех, кому очень хочется. И вы должны себе отдавать отчет в том, что вы покупаете. Хотя, едет она бодренько и моторчик довольно веселенький в этой машинке. Как-нибудь попадет ко мне такая на обзор, я думаю, вам с удовольствием о ней расскажу. 4-е поколение, которое дебютировало в 2016 году, выпускалось по 20-й. Всего 6247 автомобилей. Средняя ставка 4530 долларов. Но так как у 4-го поколения тоже был рестайлинг небольшой, давайте поговорим сначала о 2016-2017 году. С машины с пробегом до 60000 миль. Run and drive. Всего лишь было продано 712 автомобилей. Как видите, это не массовая машина в США. Средняя ставка почти 4000 долларов. Ситуация с моторами точно такая же. В основном, преимущественно большинство автомобилей Kia Optima продается с мотором 2.4. 645 автомобилей. Всего, я напомню, их было 712. Средняя ставка 3810 долларов на такую машину. Ну и если вам хочется Kia Optima такую, ее вполне можно покупать с пробегом небольшим до 60000 миль. 3800 купленная машина. Обойдется вам порядка 10 тысяч долларов без учета ремонта. Тоже, я думаю, вполне себе неплохая и довольно оправданная покупка. Двухлитровых было продано всего лишь 44 автомобиля при средней цене 6122 доллара. И так как здесь появился в этом поколении уже мотор 1.6 турбированный, их вообще было продано очень мало. Всего 23 автомобиля при средней цене 4112 долларов. Ну, я не знаю, кто эти машины покупал. Рестайлинг, друзья. 18-20 год. Вот так она стала красиво выглядеть. Машинка очень интересная. Всего их было продано 3600 автомобилей. Средняя ставка почти 5500 долларов. Run&Drive, естественно, нужно взять. И пробег пусть будет уже какой-то небольшой. До 40000 миль. Потому что если брать такую оптиму, то с каким-нибудь реально маленьким пробегом. 40 я взял, но я думаю, стоит брать даже, наверное, меньше. 1351 автомобиль и довольно высокая средняя ставка 6776 долларов. Ситуация с моторами у нас не меняется. 2.4 было продано 1260 автомобилей. И средняя цена 6725 долларов. Такая оптима максимально свежая 2019 года, купленная на аукционе за 6700, обойдется вам в 13200 и 13700 тысяч долларов. Добавьте сюда еще пару-тройку тысяч на ремонт. 15-16 тысяч долларов. Свежую оптиму в простенькой комплектации, я думаю, пригнать можно. Зато с небольшим пробегом и максимально свежий автомобиль. Если захотите какую-то классную комплектацию, бюджет придется пропорционально увеличить. Проведите параллели с Passat'ом и сюжином, о которых я рассказывал ранее. Вот, например, 2-литровая оптима, они все были в хороших комплектациях, но всего 44 автомобиля и средняя ставка 8463 доллара. Довольно высокая. Если хочется оптиму, я думаю, 2.4 это все-таки золотая середина. Ну и так как я обделил в своих прошлых обзорах любителей корейского автопрома, я сегодня решил включить два популярных седана в этот обзор. И Kia Optima была, и сейчас будет Hyundai Sonata. Шестое поколение выпускалось с 2009 года. В 2012 году пережил рестайлинг. И в 2014 дебютировало уже седьмое поколение Sonata. И сегодня мы будем говорить о Sonata, начиная только лишь с седьмого поколения. Как и в случае с Optima, я не вижу смысла рассматривать покупку из США таких автомобилей старше 2014 года. Седьмое поколение выпускалось до 2019 года, с рестайлингом в 2018. Гамма двигателей точно такая же, как на Optima, так как это соплатформенные автомобили, и по большей части отличаются лишь дизайном экстерьера и дизайном интерьера. Всего Hyundai Sonata с 2014 по 2017 года выпуска было продано 10630 автомобилей. Как видите, намного более популярная, чем Kia Optima. И средняя ставка 2848 долларов. Давайте тоже возьмем пробег до 80 тысяч миль. Run and drive. Получим намного меньшее количество. Всего лишь 3105 автомобилей. И средняя цена уже 3717 долларов. Самый популярный мотор, естественно, здесь 2.4. Их было продано 2857 экземпляров. И средняя ставка 3628 долларов. Такая Hyundai Sonata 2015 года с пробегом до 80 тысяч миль, купленная на аукционе за 3.700, обойдется вам примерно в 9700-10200 без учета ремонта. Если вы захотите какую-то Sonata с небольшим пробегом, и это будет логично, захотите именно Sonata с небольшим пробегом, потому что моторы GDI точно такие же, как на Optima. И все сказанное ранее касается и двигателей Hyundai Sonata. Например, с пробегом до 50 тысяч миль было продано 856 автомобилей. Средняя ставка чуть больше 4000 долларов. И это на 400 долларов дороже, чем автомобили, которые мы рассматривали до 80 тысяч миль. Как видите, уменьшили пробег и цена сразу выросла на 400 баксов. Если взять с большим пробегом, более 100 тысяч миль, то, пожалуйста, цена сразу упадет, и количество машин довольно большое. 2160 автомобилей и 2592 доллара за тачку, в принципе, довольно недорого. Такая Sonata вам обойдется 800-8600 до 10 тысяч долларов под ключ. В 2015 год автомобиль, пожалуйста, вполне себе можно вместить. Пробег более 100 тысяч миль, еще раз я напомню. Нужна вам такая покупка или нет? Думайте сами, решайте сами. Рестайлинговая Sonata начала выглядеть уже очень интересно. Хотя дизайн, конечно, прямо скажем, на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот так она примерно выглядела. Продано их было 18-19 года автомобилей 2364. Средняя ставка уже 5357 долларов. Еще раз скажу, это не новое поколение. Это рестайлинг седьмого поколения Hyundai Sonata. Самым популярным двигателем здесь точно так же остается 2.4. С пробегом до 60 тысяч миль в состоянии Run&Drive. Было продано 1282 автомобиля. И средняя ставка чуть больше 6 тысяч долларов. Такая Sonata обойдется вам 12400-12900 без учета ремонта. Тоже касаемо все новых рестайлингов машин. Их выпускалось довольно мало. И запчасти на них дорогие. Тайваня хорошего нет. И все-все-все-все то, что сказано было ранее. Сумму на ремонт, ну думаю, 2000 долларов вы не впишетесь. Потому что фары дорогие, бампера дорогие, капот дорогой, решетка. И все вот это будет стоить, все то, что отличается от дорестайлинговых версий, все будет стоить в полтора, а то иногда в два раза дороже. То, что касается оригинала. Поэтому 15-16 тысяч Sonata 2019 года с небольшим пробегом до 100 тысяч километров. Пожалуйста, если кому-то нравится, я думаю, вполне можно тоже такую машинку себе приобретать. Восьмое поколение с 2020 года по нынешнее время. Hyundai Sonata начала выглядеть очень круто. Классный космический дизайн. Все вообще современные корейцы выглядят очень стильно. Не знаю, что вам скажут мастера, если вы коснете такую тачку. И насколько проблематично будет рихтовать и выводить все вот эти грани, если не менять детали. Но зато вы получите реально очень стильный автомобиль с уникальной внешностью. И мне вот восьмое поколение реально очень понравилось. Двигатель 2.4 GDI в этом поколении заменили на 2.5 GDI. Двухлитровый турбомотор тоже остался. Остался двигатель 1.6 турбированный. И двухлитровый гибрид тоже оставили в этом поколении Hyundai Sonata. Всего было продано, я сейчас не беру тоже уже пробеги, потому что тачки свежие. Пробеги абсолютно небольшие у всех. Всего было продано в состоянии Run&Drive 345 машин. Как бы немного, но тем не менее и немало. И средняя ставка довольно высокая. 10 с половиной тысяч долларов. Такая Sonata обойдется вам порядка 18 с половиной, 19 тысяч долларов. Без учета ремонта. И запчасти стоят на них очень-очень дорого. Плюс не все есть в наличии. Сложно будет собирать, сложно будет ремонтировать. Короче говоря, трижды подумайте. Прежде чем заказывать такую тачку. Да, вы всегда сможете выделиться в городском потоке. Да, на вас будут обращать внимание. Но помучиться, повозиться с ремонтом вам все-таки, я думаю, придется. Хотя, наверное, на того стоит. Вот для примера покажу вам, что было куплено за 10 тысяч. Вот такая вот белая красивая Sonata. Выглядит, конечно, да, очень шикарно. Вот такой задний удар. Не скажу, что самый легкий, самый приятный. Все-таки заднюю панель придется немножко рихтовать. Крылья вроде бы остались на месте. Может быть, немножко их свело после удара в заднюю панель. Усилитель бампера, вы видите, сломан. Фонари, бампер. Вот это все будет стоить очень дорого. И очень-очень сложно будет его найти. Задняя крышка багажника тоже вижу примята. Возможно, отрихтуется. Но вопрос в том, насколько качественно. Это уже к мастерам. Капот тоже, видите, немножко пострадал. Возможно, пострадала решетка. И тоже его придется рихтовать. Если решетку придется менять, она будет стоить космос. Зато вот такой футуристический классный салон. Очень интересная машина может получиться для тех энтузиастов, которые решатся заняться восстановлением и привозом такой машины. Тачка реально крутая. Вот такие корейцы, друзья, у нас сегодня. Ну и напоследок, Mazda 6. Третье поколение, которое дебютировало в 2012 году. Но в США начало продаваться в 2013. Выбора двигателей здесь нет. Только 2.5 Skyactiv. Коробка тоже только автомат. На механике продавалось там не более 5% мастерам. Вряд ли вы ее встретите на аукционах. А с 2018 года механика и вовсе недоступна. Там только лишь автоматические коробки передач. Автомобилей до первого рестайлинга 2015 года было продано 1378 экземпляров. И средняя ставка 2341 доллар. Пробегом до 100 тысяч миль в состоянии Run&Drive всего лишь 417 автомобилей. И средняя цена 3100 долларов ровно. Обойдется вам такая Mazda порядка 9-9,5 тысяч долларов, включая все затраты без учета ремонта. Если кто хочет Mazda 6 еще подешевле, то пожалуйста, если взять автомобили с пробегом более 100 тысяч миль. Их было продано 435. И средняя цена всего лишь 2389 долларов. Такой автомобиль обойдется вам порядка 8-8,5 тысяч долларов без учета ремонта. И в 10 тысяч долларов под ключ вы, пожалуй, вполне легко можете себе такую Mazda приобрести. И, скорее всего, именно такой автомобиль, именно такую шестерку, имеют в виду все рекламные плакаты, которые на каждом углу гласят вам о том, что могут привести Mazda 6-ку третьего поколения в бюджет с ремонтом 10 тысяч долларов под ключ. Пожалуйста, статистика подтверждает их слова. Mazda 6-ка, 14-й год, пробег более 100 тысяч миль. Вполне себе может быть в 10 тысяч долларов под ключ. Но вот нужна ли вам такая машина? Моторская Active, я напомню, 2,5. Очень сложный, очень технологичный агрегат. И пробег больше 100 тысяч миль американских на нем. Ну, так себе затея. Тут уже сами решайте, хотите вы такую Mazda за 10 или не хотите. Я бы, честно говоря, не советовал. А вот ту Mazda, которую я вам советовал бы, это именно шестерка, третье поколение, но после первого рестайлинга. 16-й модельный, 17-й год. Таких машин было продано почти 1300. Средняя цена 3672 доллара. Такой автомобиль, купленный за 3700, обойдется вам порядка 9,5-10 тысяч долларов. Ну, накиньте еще 2-3 тысячи долларов на ремонт и получите порядка 12-13 тысяч за нормальную живую Mazda. Опять же, это мы не поговорили о пробеге. Если мы сейчас включим сюда пробег до 60 тысяч в миль и состояние running drive, то не так уж и много. 346 автомобилей и средняя ставка почти 5000 долларов. Как видите, сразу-сразу стало все намного дороже и сразу стало все намного грустней. По крайней мере, для тех, я имею в виду, кто хочет именно вот такую Mazda. Если же еще поговорить о комплектациях, Mazda Sport это самая простая комплектация на тканевом салоне с кондиционером, без каких-либо плюшек. Таких машин было продано 104. И вот на нее цена 3944 доллара. Она вам обойдется в 10 без учета ремонта. И в 12 тысяч долларов, я думаю, в 12,5 можно ее вполне с ремонта вместить. Туринг. Комплектация, я считаю, ее оптимальна для Mazda 3. Сейчас вы поймете почему. Было продано довольно много. 173 машины. И средняя ставка порядка 5000 долларов. Такая Mazda обойдется вам в 11600 без учета ремонта. Добавьте опять же те же 2-3 тысячи долларов на ремонт. И в 14, я думаю, до 15 тысяч Mazda Touring можно вместить с ремонтом под ключ с небольшим пробегом до 100 тысяч километров. Или 60 тысяч миль. Это будет классная машина, свежая, 16-й, например, год, относительно свежая. И в очень-очень хорошей комплектации. Потому что комплектация Grand Touring максимальная для этого поколения. Она продавалась количеством всего 69 автомобилей за 2021 год. И средняя ставка, видите, уже почти 6300 долларов. То есть это 13200 без ремонта и меньше 15 тысяч, а то и 16 за Mazda 6 в комплектации Grand Touring. Я думаю, даже разговаривать нет смысла. Во-первых, потому что не так их много. Во-вторых, потому что 6300 это только ставка на аукционе. Именно комплектацию Touring я считаю оптимальной для этого поколения троек. Во-первых, и выбор машин велик. 173 автомобиля по сравнению с другими комплектациями. И цена довольно гуманна. 5000 долларов примерно на аукционе. То есть я думаю, вот на это поколение Mazda, если хочется шестерку, вот это поколение и вот эта комплектация. Это именно то, на что вам стоит замахнуться. Потому что Grand Touring уже значительно дороже, их значительно меньше. А Sport, ну все-таки Sport довольно-довольно бедненькая машинка по меркам этого класса. Парочку примеров вам шестерок комплектации Touring, купленных за 5000. Вот такая красная машинка. Не самый приятный удар, но тем не менее ничего критичного. Крылья, как вы видите, уцелели. Фара, бампер, решетка, капот. Под капотом здесь у нас радиаторы, телевизоры, я думаю, тоже пойдут под замену. Но тем не менее все поменяется. И машинка будет вас радовать. Единственное, вот такой красный цвет на любителя. Сработала подушка только лишь руля, что тоже не является большой проблемой. Шторы и подушки сидения, слава богу, уцелели. Ну, как бы очень-очень себе неплохой вариант. Вот такой еще пример за 5050 долларов. Повреждение с левой стороны. Я думаю, там ничего серьезного не пострадало. Но здесь единственный минус. Сработали все-таки шторки, сработали подушки в сидениях. Это тоже придется заменить, придется перешивать, перетянуть потолок. Чуть больше затраты на ремонт. Из-за вот именно восстановления безопасности. Чтобы нормально ее восстановить, а не делать какое-нибудь там халтурное восстановление, как многие делают на продажу. И вот за 5000 долларов вот такая Mazda с очень хорошим пробегом, 32 тысячи миль. Второй рестайлинг Mazda шестерки. Это 2018 модельный год по нынешнее время. 471 автомобиль и средняя ставка 6626 долларов. Кому-то может показаться, что это довольно недорого. Но, друзья, давайте добавим сюда до 60 тысяч миль пробега. И в состоянии run and drive получим 228 автомобилей, что довольно немного. И средняя ставка уже гораздо выше 8231 доллара. Обойдется вам шестерка после второго рестайлинга, 19-й год с пробегом до 60 тысяч миль, купленная на аукционе за 8200. Обойдется вам без ремонта 15300-15800, что уже довольно немало. Вы, в принципе, можете в эти деньги с ремонтом привезти туринг или, может быть, даже грандтуринг до первого рестайлинга. А если рассмотреть уже вот эту генерацию в комплектации туринг, то 122 автомобиля и 8600 долларов средняя ставка. А комплектация максимальная для вот этого поколения, Signature, которая просто очень классно нафарширована. Но всего лишь 6 автомобилей и средняя цена практически 10500 долларов, друзья. Это уже очень и очень дорого. Хотя реально машина неплохая и Mazda мне очень-очень сильно нравилась. И из всего этого сегмента, пожалуй, это самый-самый лучший автомобиль. Если подвести какой-то небольшой итог и поговорить о том, что лично я бы предпочел в этом сегменте из перечисленных сегодня автомобилей, я на всех на них ездил. Если расставить их по приоритетности, вот эти все седаны D-класса перечисленные, то Mazda абсолютно точно для меня на первом месте. Причем с заметным отрывом от всех остальных. На второе место я бы поставил Volkswagen Passat. И на третье место я бы поставил Ford Fusion. Единственное условие, единственная поправка, это Mazda первое место. Это безоговорочно лично для меня. А вот со вторым-третьим местом, тут, к примеру, если взять комплектации просто какие-то S либо SE, там минимальные, базовые, либо средние, то все-таки на втором месте Passat. Если взять комплектацию максимальную, у Fusion это будет Titanium, то здесь комплектация Titanium, именно Ford Fusion, она потеснит со второго места Passat. И в комплектации Titanium все-таки я поставлю тогда Fusion на второе место, а Passat поставлю на третье. Корейцы, уж извините, четвертое-пятое, при том с заметным-заметным отрывом. Вот такой вот личный рейтинг, это именно мой рейтинг наблюдений и езды на всех этих автомобилях. И для себя расценивайте тачки именно так. Ну и в завершении сказанного, друзья, в качестве подведения небольшого итога, и для тех, кому интересна информация, когда же стоит покупать машины из США, когда же они подешевеют, где-то вам кто-то рассказывает, что вот они подешевели уже, или будут дешеветь, или еще какая-нибудь такая немножко несуразная информация. Смотрите, давайте я вам на примере Ford Fusion, так как это самый массовый автомобиль, и он самый показательный в плане статистики. Возьмем Ford Fusion, мотор 2.5, 2015 год, пробег до 100 тысяч миль, run and drive. Я вам покажу помесячно, начиная с января этого года, почем продавались в среднем Fusion и сколько их было продано. Обратите внимание на вот эту диаграмму. Смотрите, январь месяц 118 автомобилей, средняя цена 2800 долларов. Февраль месяц чуть больше 129 автомобилей, средняя цена почти такая же. В марте было продано еще больше 150 Fusion и средняя цена уже почти 3000 долларов. В апреле месяце было продано 136 автомобилей и средняя цена составила уже 3402 долларов. В мае месяце 138 машин и средняя цена почти такая же, 3485 долларов. В июне месяце 146 автомобилей и средняя цена уже 3530 долларов. Июль месяц был небольшой спад, было продано их немножко меньше и немножко меньше средняя цена, 3233 доллара. Но тем не менее, это все равно дороже, чем в январе, феврале или марте этого же года. Ну и август, у нас здесь прошло 2 недели августа, было продано 42 автомобиля, средняя цена тоже 3345 долларов. И вот вы видите, помесячно, я думаю, эта диаграмма очень ярко характеризует то, как изменяются цены на аукционах за последний год с января по вот уже август 2021 года. Поэтому, если вы ждете, что цены начнут падать и вы хотите выбрать какой-то лучший момент для того, чтобы купить тачку из США дешевле, падать они не будут. График стоимости автомобиля Ford Fusion говорит вам немножко об обратном. Если бы стоимость автомобиля снижалась, то и диаграмма выглядела бы, наверное, немножко по-другому. Я не стал вам делать разбивку там уже по всем моделям. Все-таки Ford Fusion самый массовый, самый продаваемый был в нашем сегодняшнем обзоре. Вот на его примере я вам показал, что сколько стоит. Цены даже не думают падать. Я бы сказал, что они потихоньку растут. При этом не забывайте, что уже скоро 2022 год и машины, которые вы будете покупать в сентябре-октябре, возможно, будут уже таможиться, как автомобили в 2022 году. И, соответственно, это еще увеличит растаможку. Поэтому ждать чего-то и ждать, что будет какой-то обвал цен, пока предпосылок к этому нет. Хотя, конечно же, вы видите рекламу и менеджеры компании по прыгону автомобилей говорят вам совсем обратное. Но я привык верить цифрам, я привык верить фактам. Если вы также расцениваете вот эти цифры и также им верите, то, пожалуйста, я думаю, эта диаграмма наглядно вам демонстрирует состояние цен на страховых аукционах в США. Точно такая же динамика будет и по Passat, по Optimum, по Mazda, по всему остальному. Все массовые тачки, они потихонечку, потихонечку, по 100, по 50 долларов в среднем в месяц дорожают, 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 дорожают. И никаких предпосылок к обвалу цен. Ну, лично я, по крайней мере, пока не вижу. Ну, а у меня, друзья, на сегодня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца этот длинный выпуск. Я старался сделать его максимально полезным для вас. Если вы и так знали эту информацию, ну что ж, я в очередной раз подтвердил ваши знания, ваши догадки. Если же вы не знали эту информацию, то я думаю, она вам очень сильно пригодится, если задумаетесь о покупке автомобиля из США. Седана D-класса, вот таких какого-нибудь из пяти, о которых мы сегодня с вами поговорили. Как вы видели, можно привезти в 10 тысяч, можно привезти в 14 тысяч одну и ту же машину. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья, всем хороших автомобилей, всем пока!